на канале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы вопрос такой сегодня нужно ли исповедовать грехи совершенные до крещения или они прощаются в момент крещения церковь верует в то что крещением человеку прощаются все грехи именно поэтому в некоторых ситуациях и в некоторые исторические эпохи некоторые наши боголюбивые предки откладывали момент принятия святого крещения надеюсь что ближе к смерти до них было бы очень действительно важно чтобы господь через принятие святого крещения простил им грехи точно так же как некоторые наши любил и предки веровали что принятием монашества вновь прощаются все грехи и поэтому мы знаем многих людей царского и княжеского достоинства пожелавших принять монашеский постриг перед смертью не для того чтобы дальше жить монашеской жизнью поскольку жизнь уже кончалась они принимали постриг на смертном одре но для того чтобы этим шагом как бы еще раз покаяться перед богом показать явить свое отречение от мирской греховной жизни даже иногда поменять имя например иван грозный мы знаем стал инаком и он и уже на смертном одре вот такая такое вот желание очиститься через совершение или крещение лимонарского пострига во многие эпохи у разных людей бывало например мы знаем что василий великий откладывал принятие крещения и принял крещение смотря на то что было рожденный или григорий богослов рожденный благочестивой христианской семье не принимали крещение в детстве были крещены уже во взрослом сознательном возрасте уже даже не в юности а вот прожив эту самую юность хотя она мне было вполне святой вот все таки что делать с теми грехами которые были совершены до крещения как я уже сказал крещением грехи прощаются но мы знаем что в некоторых случаях вообще по правилам по правилам крещению взрослого человека человека который уже совершал своей жизни какие-то грехи в обязательном порядке предшествует исповедь то есть принимая крещение взрос совершая крещение от взрослым человеком священник должен его перед этим поисповедовать при этом разрешительная молитва не читается поскольку человек еще не христианин и грехи ему еще вот в самой исповеди прощены быть не могут вот такая вот предкрещальная исповедь полагается по правилам церковно после чего совершается крещение и крещением грехи прощаются в этой ситуации конечно нет никакой необходимости исповедовать те грехи которые были уже исповеданы и соответственно прощены крещением но мы знаем что часто такой исповеди не совершалось и человек говорит вот я вдруг или вдруг человек вспоминает я вспомнил что я что-то такое тогда сделала я об этом я в этом никогда не исповедовался но если ваша вера подчеркиваю это вопрос не объективно того что как бы совершается если ваша вера достаточно сильна для того чтобы принять и понять что бог простил вам все грехи в крещении то просто в сердце сказать вот господи я вспомнил что я украл тогда ручку у соседа по парте или здорово тогда обидел мою маму или еще что-нибудь совершенное может быть даже тяжкое но как-то забытое господи прости меня я верую в то что ты простил меня уже святым крещением если же ваша вера слаба и вы не принимаете не чувствуете что господь простил грехи крещением но приходите на исповедь скажите об этом священнику что да я вот был уже крещен там в 12 в 15 в 35 или в 80 лет а у меня до этого были неисповеданы грехи хочу все-таки попросить у бога прощения не просто вот лично предстоя пред богом в присутствии вас дорогой батюшка вот можно я попрошу у бога вот в этом формате исповеди попрошу у бога прощения грехов которые как мне говорят господь крещением уже простил но я вот себя как-то не прощаю тоже хотел бы вот их озвучить ну озвучьте хотя как бы так антологической необходимости в этом все-таки нет но есть необходимость по любому попросить в них у бога прощения своими может быть словами если вы никогда этого не делали и не просили у бога прощения в том или ином грехе внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и Продолжение следует...